роботы пришли на помощь нужно думать в первую очередь о безопасности продовольственная безопасность в южных регионах она на особом контроле это не гламурная какая-то игрушечка это рабочий аппарат это еще и универсальный способ добраться без пробок из точки а в точку б аванс просить не будет перегар от него не слышно ну и собственно говоря работать он будет без перекура попиваешь кваску следишь за тем как птичка работает батарейки заряжаются счастье счастье квадрокоптеры квадрокоптеры известны всем без исключения небольшие такие вертолетики которые позволяют запечатлеть самые яркие моменты вашей жизни например свадьбу может быть день рождения ваше путешествие куда-либо может быть просто домик в деревне или квартиру в музыкальном микро районе краснодара все можно снять с высоты птичьего полета благодаря вот этой прекрасной маленькой птички но квадрокоптер квадрокоптеру рознь сегодня мы расскажем про то чудо техники я повторю чудо техники которая поможет агрария мы же аграрный край краснодарский край ростовская область ставрополье эти регионы нуждаются в том чтобы роботы пришли на помощь для того чтобы сберегли пшеницу картошку и прочие прочие злаковые ну а сейчас на помощь мне придет человек который знает толк современных техниках современных гаджетах я сейчас не правился кома не про академика и даже не правит давидыча с экзибитом а человек который расскажет все нюансы тонкости и даже тюнинг огромного т-40 агрос это дима дим привет привет сереже так ну что друзья мои если вам не интересна тема товара сельхозпроизводителей защита растений колорадский жук вам тоже как бы вообще не нужен и вы до понятия не имеете что такое не выключайтесь посмотрите это реально очень крутая техника она подойдет как аграриям так и на рядовым гражданам почему рядовым гражданам позже все увидите давай так вот собственно говоря агрос т-40 рассказывай что это такое ну в первую очередь это щечу спасение спасение аграриев местных краснодарских ростовских ставропольских в целом как бы это первую очередь конкуренция малой авиации так называемым кукурузникам да то есть особенно в условиях когда полеты в целом запрещены это дрон опрыскиватель у него куча преимуществ просто если сравнить вот с авиацией малый да это одно сплошное преимущество то есть вот сейчас я пойму если кто-то поставить дизлайк или напишет гневные комментарии хейтеры то это будут пилоты кукурузников потому что они такие вот что ты там вообще южанин несешь это для кого ты показываешь это зачем ты хочешь нас лишить работы ребят я хочу чтобы может быть вы сейчас же бесполетная зона объявлена побольше территории юга россии по волжье и центральной части так вот благодаря этому аппарату вы сможете переквалифицироваться в пилота квадрокоптера которые тоже достаточно востребованы сейчас и этот аппарат он реально может заменить заменить пресловутые эти самолетики и если вы думаете да подожди как же так запрещены же полеты есть определенные поправки вот сейчас вы видите реальные поправки которые в собственно говоря разрешают использование квадрокоптеров если вы взаимодействуете с государственной властью то есть вы пишете для чего почему и зачем вам нужно это делать а чтобы это не происходило в мире какая бы ни была ситуация в стране нужно думать в первую очередь о безопасности продовольственная безопасность в южных регионах она на особом контроле если мы сейчас просто возьмем и забудем про нее то когда закон начнется сбор урожая мы немножечко будем шоке потому что урожая не будет а урожай будет будет благодаря вот этому агрос это говорю как будто сам фермер кого-то сам уже ты не знаю обработал давай немножечко расскажем что он может в первую очередь если вот углубиться в историю создания коптеров целом для аграриев то это рисовые чеки да мы берем технику которая там обрабатывает рисовые чеки это колесная техника она застревает грязь и так далее то есть это коптер ему не нужно находиться на земле вообще чтобы удобрять рисовые чеки второе берем высококлиренсные распрыскиватели да вот стоит аппарат от миллиона вы скажете дорого до миллион но на самом деле высококлиренсные опрыскиватели стоит намного дороже то есть цена вообще не кусается если мы рассмотрим другие способы удобрения там посева то есть аппарат также может сажать культуры целом как бы очень широкий спектр может работать в дождь ночью лучше всего кстати работает ночью потому что ночью оптимальный уровень влажности соответственно уменьшается дозировка опрыскивания меньше нужно удобрений и соответственно ночью как бы при построении в пульте карты поля правильный он работает у него есть мощные осветительные там лампы там прожектора позиционирование в пространстве прекрасные на самом деле это очень и очень и очень круто потому что я сейчас прямо сразу реально подумал про мика михаила ивановича фермера из славянского района который занимается рисом про козбека который занимается воды гей рисом ребят все для вас вы реально можете стоимость его ну сравнимо с новым лада веста в топовой комплектации только лада веста как бы она в рисовый чек не заедет если заедет то не выйдет и на ней не особо не посажаешь вот а этот аппарат он может все он может все то на что обычно фермеры тратили огромные деньги но теперь вопрос вот сейчас смотрят и обычные люди фермеры колхозники те которые занимаются землей которые занимаются товара сельхозпроизводством они говорят суши да вот это и пока я научусь управлять вот этим нереальным каким-то пауком сложно или нет на самом деле проще простого то есть все что нужно это как бы управлять пальцами да и видеть глазами берем пульт самый простой пульт то есть большой экран сенсорный управление высота управление просто поворотом повороты на месте в общем все максимально просто интерфейс что важно на русском языке есть как бы сразу в пульте построение карты поля то есть можно следить за уровнем выполнения задачи в пульте очень широкий функционал программируемые кнопки есть под определенные задачи не нужен в отличие кстати от прошлых моделей даже не нужен компьютер все можно делать сразу пульте то есть выставляешь координаты поля сразу здесь раньше это предыдущих моделях нужно было делать через компьютер ноутбук тащишь в поле сиди и специальный человек начинает отмечать геоточки здесь с помощью этого он очень яркий друзья мои мы сейчас его специально не активируем то есть просто чтобы вы понимали техника востребована она есть в наличии подчеркиваю она есть в наличии не нужно ждать полгода чтобы завезли и эта техника она настолько популярна что уже вот этот аппарат буквально за через несколько минут уедет работать в поле так вот яркий дисплей все замечательно вы точкой просто выставляете координаты вашего поля каждый фермер знает координаты своего поля и все пуск и он пошел представляете вы сидите наблюдаете как просто человек не человек робот который не пьет не прогуливают у них него нет праздников у него нет никаких то там не знаю там перерыв на обед на покурить саныч дай покурить вот он взял и поехал пошел полетел и в 1 1 1 1 и производительность у него какая производительность опрыскивание среднем 5-7 литров в минуту батарейку батарейки хватает в среднем на 10 минут до то есть вполне этого достаточно для того чтобы опустошить 1 1 емкость и обработать гектару часто смотришь и култар скажи сколько о гектаром то есть до 15 гектар в час даже может быть больше вы понимаете 15 гектар это но чтобы поймали за пару часов вы всю территорию я не значит вот допустим если вы не аграрий вам кабану что-то капитанский 15 два раза по 15 топор галецкого вместе со стадион вот пожалуйста то есть вот если вы не не аграрий вы можете сравнить ничего себе за пару часов эта птичка возьмет и обработать повторю аванс просить не будет перегара от него не слышно ну и собственно говоря работать он будет без перекура по отработал зарядился и пошел дальше если же вы я вот сейчас вот просто знаю одну тему которую хочу вам сказать что даже если вам вас все равно пугает вся эта новейшая техника вы не хотите с ней связываться вы не хотите заморачиваться отвечать за нее у этих ребят айфюмак есть услуга которая позволяет заказать пилотирование этого самого средства то есть вам не надо будет даже думать про то что как это все изучать и потом думать блин как же так опасно к нему подойти посмотри какие винты ребята сделают за вас обработают в лучшем виде ладно это мы проговорили сейчас мы перейдем уже непосредственно к деталям огромные 8 винтов бак на 50 литров и что это за штука это радар детектор то есть он отвечает за есть два точно такие же чуть поменьше они отвечают за позиционирование в пространстве самого коптера то есть он не потеряется вернется туда откуда начал благодаря вот этим радаром чтобы вы понимали у этого мозга электронного такая чувствительность что он на расстоянии 50 метров видит препятствие и он определяет настолько круто что здесь вот допустим стоит сенсор который расправляет на 45 градусов угол и до 50 метров все изучает и если вдруг но вдруг на его пути возникает препятствие на расстоянии до полутора метров он просто он просто остановится он просто остановится а в случае когда у него все закончилось батарейка садится вы не думаете что упадет часто голову нет он долетит до указанной точки домой вы его спокойно под заправите под зарядите и снова в путь да совершенно верно на пульте даже есть отдельная кнопка для этого возвращения с того на то место откуда он взлетел все максимально просто как мы и сказали и максимально понятно если говорить про те особенности которые есть у него и до этого вот в коптерах не встречал ты допустим ну какие особенности в первую очередь это 8 винтовая система то есть здесь по два ротора снизу и сверху но они нужны не только для того чтобы летать скажем так да они нужны для равномерного распыления удобрений то есть внизу здесь распылители стоят с другой стороны и потоком ветра создаваемые роторами удобрения распыляются равномерно даже вот многие испугаются да что там ветер погодные условия ну вот возьмем ветер там 15 метров в секунду это сильный ветер достаточно нисходящий поток воздуха от коптера составляет 50 метров в секунду то есть он нивелирует абсолютно любые потоки максимум уклон там в 10 сантиметров то есть совсем не страшным ему ветер там погодные условия воды он как я и сказал уже не боится может работать и в дождь как так сказать и снег вот так вот друзья мои понимаете на самом деле техника шагнула далеко вперед и наконец таки все те разработки которые уже давно пользовались допустим геодезисты они интегрированы в подобные винтокрылые гаджеты я сейчас хочу сказать вот про опыление про опрыскивание это супер а про посадку он же может сажать и причем так точно сажать что ну реально даже людям люди могут позавидовать потому что точность на внесение зерна ну какого-либо вот составляет отклонение 35 сантиметров это максимум максимум то есть это если прямо все самые катаклизмы вот случились вот он вот а так он идеально ровно уложит вам рядочек вашу кукурузу допустим вот если говорить про его вот все скажем так возможности он может что вот я ты сказал что он же может опрыскивать да сажать сажать что он еще может сканировать то есть подниматься смотреть состояние пассивных камера есть у него да камера конечно есть все есть то есть принципе вы сможете если что там на свадьбу на вашей куме допустим организовать снять там свадебную процессию там проходочку вот ну или наблюдать за тем как кто-то у вас что-то ворует на другом конце поля поднялись он-то все увидит это вам как бы такой зоркий глаз кстати если говорить про его возможности я вижу что у вас там какой то есть блочок это док-станция какая-то это не просто зарядная станция она активно охлаждает поскольку аккумуляторы заряжаются с очень большой скоростью для них для их в избежание их перегрева нужно активно их охлаждать вот такая станция вмещает в себя сразу два аккумулятора к ней подключается специальный генератор да и он уже заряжает два аккумулятора до двух аккумуляторов одновременно то есть мы берем покупаем генератор так дополнительную батарею совершенно верно и выезжаем в поля уехал на три часа обработал 30 гектаров и счастливый довольным возвращаешься налетался мужики вы же понимаете что это для вас такая игрушечка это же не как раньше там один там едет а кто-то в жару там бедолага так что-то там опрыскивает его там пыль там все это тут сел себе в тенечек поставил термосочек налил там кваску холодненького попиваешь кваску следишь за тем как птичка работает батарейки загружаются заряжаются счастье счастье свою очередь я хочу отметить знаете что брутальность изготовления этой док-станции потому что это не гламурная какая-то игрушечка это рабочий аппарат вывез его в поле работаешь на нем если бы здесь были знаете какие-то белые там материальчики такое там какой-то пластик то скорее всего вы бы очень часто меняли саму док-станцию здесь же железная рама все сделано таким образом что просто тряпкой протер элементарно просто вентиляторы охлаждают все заряжается все очень и очень повторю брутально по-мужицки по-рабочему сделано сама фирма диджиай это тот самый случай когда китаец как производитель заслуживает уважения это лидер на данный момент по производству всевозможных квадрокоптеров наверняка те кто хоть раз заказал видеосъемку с коптера своих каких-то торжеств либо сам пытался летать наверняка сталкивался с младшими моделями это это уже знаете как апогей мысли китайских разработчиков здесь все что только возможно вот применить современное здесь все применено настолько точное настолько качественно настолько реально продуманное что в принципе вы можете повторю управлять всем этим самостоятельно если для того чтобы там опрыскивать кукурузник вам нужно заказывать кукурузник вам нужно вот зависеть от этих летчиков вам нужно как-то же смотреть на всю эту погоду и прочие прочие моменты здесь вы зависите только от своего времени причем времени для опрыскивания большого количества гектаров очень очень мало нужно для того чтобы просто взять сесть с пультом и полетать самостоятельно если не хотите полетает профессионалы главное договориться вовремя написать письма и таким образом сохранить свой урожай поскольку это это реальный помощник это реальная защита есть защита в виде удобрений а есть защита в виде современной техники которая есть наличие в нашей стране в нашем регионе можно взять сейчас приобрести и вот таким образом вы сможете перевозить это сейчас мы его расправили ему крылья но вы же понимать когда он сложен это это практически такой коробочка это по сути ну не знаю там ящик с яблоками два ящика с яблоками вы его ставите спокойно в багажник практически любого универсала можно даже в легковую машинку и отвозьте не надо заказывать газель не надо как бы был обладать когда пикапом вот все элементарно просто если же вы друзья мои и это вот как бы вот не не к вам то есть вы не аграрии вообще никак и бизнес не хотите это еще и универсальный способ добраться без пробок из точки а в точку б как вот вам видео да конечно вот таким способом мы летать небеса рекомендуем но с помощью этого видео вы прекрасно понимаете что в принципе способность поднять достаточно большой объем не знаю семян удобрений воды в конце концов китайцев есть у этого аппарата есть и уже проверено и доказано собственно говоря нашими азиатскими братьями вот такие вот дела вот такой вот гаджет если вы только думаете если вы хотите но у вас куча вопросов если вы сомневаетесь вам обязательно нужно просто что позвонить позвоните спокойно поговорите ребята проконсультируют дадут полную информацию я говорю если у вас возникли вопросы наверняка возникли если у вас есть какие то может быть уже обратная связь может быть вы уже купили и не можете найти батарейку какой-то либо лопасть у вас сломалась просто пишите вот в и дима со товарищами вам все помогут все расскажет подскажет и отремонтирует вашу птичку и большую и маханьку вот ту самую как с которой я начинал спасибо тебе большое спасибо тебе сереж если что вы знаете где найти самую лучшую технику коптеры гаджеты айфоны всегда в наличии и если нужен сервис он тоже имеется ну все пока